Притча Соломона 30 глава 5 стих говорит Всякое слово Господа чисто То есть какой бы ни казался соблазнительный рассказ в Библии Слово Божие это чисто Как ты понимаешь И соответственно своему развращению Человеку понимает библейские истории И написано не прибавляй к словам его И не убавляй А что будет за это? Чтобы он, Бог, не обречил тебя Он говорит, я бодрствую над словом моим Ты добавил, и я покажу И ты окажешься лжецом А участью лжецов в озере огненном Очень просто здесь все Вот любите всем сердцем Нигде это не сказано А как самого себя, не надо выдумывать Иначе для Бога ничего не останется Всем умом, всем сердцем только для Бога Даже поздравление неправильное делают Верующие называются Нехорошо человеку быть одному И у баптистов, и у всех сектантов Везде говорят, нехорошо Поэтому он женится Ну дайте толкование, когда это было сказано Это было сказано в раю Когда был один человек на всю вселенную Ему не с кем было поделиться Одного сотворим Иначе ему Бог сотворил 7 миллиардов И теперь он может что делать Прославить Бога Своё удивление высказать Ты почитай святых отцов и цариона С какой целью Бог это сделал-то А далее уже все остальное пошло И сегодня не понимает Плодитесь, наполняйте землю Правильно Когда? Когда не было на земле никого Сегодня 6 миллиардов лишнего населения Комитет 300 Приготовился убрать их в течение 5 лет Один миллиард оставить Что? Не нужны заедаки Каждый день 80 тысяч умирает от голода Недоедания Я ни к чему не призываю Просто даю статистику Не надо обманывать людей-то То было сказано в раю И то кончилось Зачитывают это и церковники все А ныне, ныне Павел говорит Христос сказал, творю все новое Теперь новое творение Никто не знал, что будет новая жена Что он сам себе ее приобретет На кресте приобретет Не просто понравилась она ему И он говорит, ты валялась в кровях вся Ты никому не нужная брошена была Я подобрал тебя, я омыл тебя Отрезал куполину, заслалил солью Я нарек тебя невестой моей И так долюбит муж жену свою Как Христос церковь А если ты не знаешь, как он ее любит Как ты можешь знать, как любить жену надо В Ветхом Завете были жены Которые радовали мужей И это считалось сегодня в церкви Почему дальше церковные правила Не постановили читать Я не могу ответить на этот вопрос Только одно монахи составляли В Ветхом Завете было, да А в Новом совершенно по-другому Ни о каком многочадии Бог не говорил в Новом Завете И мы считаем, какие люди пошли за ним Все до одного умерли одинокие И только три Три пары, которые нам напоминают И какие они были Шли с Павлами Их вообще церковь не знает Прискила и Акила Где эти имена? Павел передает привет То Акиле на первом месте Прискили То Прискили Акиле То жена опередила мужа Златоуз, говорим Она более близкая сделалась Более приветливая Кого избирать надо? Почему это Сегодня ни храмов нет Ни имена не называют А потому что это вычеркнуто Идут мирским путем Я сегодня кое-кого назову Наши верующие пришли Чемпиона по поднятию подала от пола Имеют детей уже все И совершенно не смотрят Это смотреть будет мир Два миллиарда мусульман Никогда так не одевались Как у нас сегодня Девчонка приходит Открыто до самых сисек Верующие родители Вы думаете куда идете? Написали что? Научи нас так счастлять Дни наши Чтобы нам приобрести сердце мудрое Какое? Написано Помни день смерти Чтобы вовек не согрешить Помни последний день Вот как надо счастлять Я умру сегодня С чем представлю? Это никуда Это внешнее проявление Где зал торжества А может зал поражения В новом завете Мы видим эти пары Апостол Павел передает Мужу и жене Андроник и Юния Относительно пески и лакила Мы убедились Ничего нету Вы поздравляете Сами Тебя как следует Он самый негодный будет Она все поставит Кверх ногами Это я говорю Чтобы ты не был таким Жених Прискила и Акила Остались в стороне Андроник и Юния Павел передает Где они Андроник и Юник? И ни одного храма Никто так не называет Нету этого Юля, да Ай-яй-яй Юля, ты и нет Где-то там совсем А вот православные Взяли, что Петр и Фаврой Феврония Вот образец Вот женский день А что сделали? Ну маленько Это биографию гляньте Она умела лечить Его покрыли Язва ранения Она сказала Вылечила Вылечила Но заранее Оставила одну язву Если не женишься На мне снова болеть будешь А вон тюрный Какой характер был у девки Дальше снова заболел И она сказала Не вылечишь, если не женишься Ну вот Боярин Она Крестьянка И он терял все Достоинство Теперь должен был Опуститься Женился И далее В один день умер Вот православие Во-первых Провокация Во-вторых В один день умер Где проповедь К чему Христос призывал И у православных Больше нет никаких примеров Я вам говорю Вот пример Будьте как Акила и Прискила Они принимали странники Они шли с ним Есть такие Кому Павел Передает привет Вы раньше меня уверовали Ну Гляньте Самую историю Историю христианства Сегодня Как апостол Павел Говорит слова На которые вообще Не обращают внимания Он Подражайте мне Как я Христу Подражайте А они женятся Женятся Я им скажу Выйдешь замуж Не согрешишь Женишься Не согрешишь Но Огромное но Но такие будут иметь Скорби по плоти Строить дополнительный Коровник Работать придется А дальше Точка А мне вас жаль Если Павел Давайте мы пожелаем Жениха и невесту Здесь не зал торжества Здесь другое торжество Должно быть А то что Наготовили пищу У нас умеют готовить Умеют приветить Я говорю Жениху и невесте На будущее Не будь подкаблучником Это первая твоя заповедь Муж глава Вот смотрите Я Возьму простые слова Допустим Виктор и Анна Вот есть такая греческая свадьба Он там слова обыгрывал Большая греческая свадьба Если Виктор И Анна взять Виктор И О И О То есть Если он будет на первом месте Виктор Первый сад Он все время Исполняющий обязанности То есть раньше умрет Временно Она останется одна А если она первая идет А дальше посмотри Как одна фамилия Ее одно имя поглощает другое Она должна на него указать А что такое И О Анна Не надо И О В То есть Ты как Иов многострадальный Оксан Николай II Ты даже немножко на это Посмотри И другой раз В этом что-то ты заметишь Это же не случайно По всему миру ездили И наконец Нашел где В далекой Франции Может быть В самой развратной стране Откуда вся эта Пакость ползла Как Серафим Саровский говорит Все знали французский язык Тянулись туда И Бог наказал Франции Ну Наполеон Так вот и здесь Смотри Она показала себя Во всех отношениях Не боязно говорить Для вас Примером И в одеянии И в пастушании Хотя женщина Очень хитрая Создание И прожорливая Я не думаю Чтобы она Так сумела скрыться Я С боку смотрел Мы там В них были И здесь Она смущалась Бедностью Личем Когда нас угощали Одними финиками Потом решила Восполнить Целую посылку Фиников на ветке Прислала Я даже не распечатал Отдал Мне очень Это понравилось Подошло Уже сейчас А что нам всегда Будет ходить так Ходи всегда так Как эти дни ходило Покажи пример нашим Которые для виду Только мимикрию Поддерживают В храм пришла А ушла Все скинула С себя И мирское Не отличит Значит Первое Подражайте мне Павел говорит Как я о Христу И все указывает На последнее время Вы оказались вместе Будьте Подражателями Павлу Будьте Благовестниками В этом Пример Виктора Просто прекрасен Он проехал Далеко Далеко И Бог вознаградил Быть может его Если она будет Точно знать Своё место Никакого Постегновения На командование У вас есть Священник Старайтесь Самое малое дело Прийти и побеседовать Как это будет Вы Не без советия Я не о недостатках Ваших говорить Хотя много Можно было Подправить Но в своё время Это придёт Вот смотрите Счастливать дни наши Это последнее Из-за стола Не вылезут Сейчас рванёт Из-под пола Как вот сейчас Сирия С Египтом Волонтёры Поехали в город Встретить Сразу Тридцать человек Насмерть И около ста раненых И вся молодёжь была И кто подорвала Себя смертница Но у нас другое Может быть Что-то обрушилось Или вообще Спалило Вот это помни И тогда По-другому На всё настрой будет Не прибавляй К словам его Не хорошо Человеку быть Одному А уже в новом завете Павел говорит Хорошо ему Оставаться как я Почему никто не считает Это Павел говорит А я думаю Имею Духа Святого Почему Павел Не женатый был А за него Она одна Пришла На шаг не отходила Он говорит Не могу Я буду связан Была одна такая Слушательница Которая прямо Бросила жениха И приехала к нему И чтобы выйти замуж за него Хочу быть твоей женой Но это последний раз Она его видела Он благословенно Она кормил рыбой Дал огурцов И домой отправил Но теперь это будет Великая благовестница Я просто Жития святых Вам напоминаю Благословение Господне Не в том Что мы накажем шагу Многое лето А благословенных лет Чтобы были у вас Духовные чадо Павел Один рожал Один Рождал и рождает Я снова в муках рождения В муках Доколе у вас Изобразится Христос Не просто обратился А бывает отпал И как его вернуть И снова мучиться Вот тут жена тебе Может быть помощником Испомощница Арестовали тебя Свидание дают не всем А жена в первую очередь Получит К этому Приготовь себя Как правило Мужей раньше арестовывают Просто Приготовь И домашним своим Скажи всем Поздравьте меня Что надела Я такой венец Я как-то был На большом собрании У баптистов в Ленинграде Тогда еще было И там Федюнин Кажется выступал У них Как назывался Старший пресвитер Он говорит У нас венчание Надевают венцы А мне священник Объяснил Баптисты знают А наши не знают Ой Как царь-стариса Венки надели Надолго надели Тут же и сняли Вот если бы Вот такие были Дальше оставались Тогда и венцы На вас были Эти венцы Прообразуют Терновый венец Жизни вашей Что вас ожидает Дальше Самое большое Самое печальное Будет Это дети Непослушные Слов Божий И ничего нельзя Сделать Жена имеющая Страх Божий Муж верующий Дети пойдут Другой стороной Это скорбь Который нельзя Описать Для меня нет Больше печали Говорит апостол Как слышать Что дети отпадают И он говорит Нет большей радости Как слышать Что дети ходят В истине Ты учил Ты кормил Ты поил Это часто Родители говорят Детям Отступникам Это так Но Стал ли ты Другом его Стал ли ты Тем Кто привел его Ко Христу А это все Кончится Больше Меньше Больше чем Обрановыщий заработаете Больше чем Крест богатства не будет Имея пропитание Одежду Простую одежду Хлеб насущный Всего лишь Будем довольны Прославляя Бога Благочестивы Вы и довольны Я как вас знаю Обоих небогатые И внутренне радуюсь Что вы не заражены Еще этой желтой Лихорадочной Проказой Довольствитесь Тем Что есть Я молюсь уже давно О вас Если Господь Благословит Даст памяти И чтобы вы помнили О нашей Благовестнической группе Которая ушла На север Это Александр Сергей Александр Борясов И Валерий Сокольский У них очень удачно Была первая неделя Отработали 28 посетили Мест Монастыри Священники Похоже Везде Хорошо приняли И они возвращаются Только где На полпути Или где До нашей Гольставки Там 850 что ли Километров Осталось Это Куда Куда они ушли Вот это работа А ты прошел с нами Самое дальнее путешествие Я считаю До себя Может я ошибаюсь Как Привык ошибаться Бог тебя просто вознаградил Я не буду скрывать Что Яна мне очень нравится Во всем В молчании В готовности помочь Как она с детьми работает Так что Считать тебя потерянным Для лагеря Стама Не тороплюсь Может быть И действительно Приобрел ту Которую Заменит Отошедших Это Коротенькое вам Маленькое Вступление А остальное Вы увидите Когда вы Выставили Надежда Васильевна Хотела подарить вам В днем свадьбы Виктору И Иоанну Вот еще Иоанну Иоанне Женская Не знаешь писать Учительность Но она исправит Поздравляем Вступлением В новую Семейную Жизнь Что Бог Как в приличном Господе Прилично То есть В пределах Ненарушения Заповедей И тогда Муж такое Может сказать Что ты Не исполни это А займи Кафедру И покажи ему Иначе Бог учит Ненарушения Чтобы не было препятствия молитвы Вот это главная причина Спасибо, Христос Прошу принять Главное, все время помнить В непорядок с женой Выход один, у тебя есть лестничка В уголок, а ты привозь Богу Я говорю, она же рядом стоит молится Опять что-то не так Я второй раз на второй круг А тут уже и на работу и тебе за беда пора Богу слава за все Отошел Субтитры сделал DimaTorzok